На одной волне с городом. Радио. Болтком. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Начинается программа «Диагноз недели». Я напоминаю, телефоны нашего прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9. Приветствуется участие, согласие, несогласие, вопросы, комментарии. И звоните, высказывайте свое мнение. В нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте, добрый день. Да, оглядываясь все время на историю, говорят же, что если смотреть на китайскую цивилизацию, то, может быть, какие-то в 20 веке упадок, скажем, китайской цивилизации, когда Япония воевала и завоевывала, Китай, это кажется какой-то рябью на море. А, в принципе, вот если посмотреть в развитии, есть чему поучиться. Тысячелетняя цивилизация с величайшей мудростью. Сегодня мы, я понимаю, будем учиться у китайцев. Ну, немножко будем учиться. Китайцы сами насчитывают свою историю в 5000 лет своей цивилизации. Некоторые скептично строенные ученые говорят 3500-4000, но тем не цифры впечатляющие в любом случае. Я китаем интересуюсь чисто любительски, но довольно-таки много времени посвящаю. У меня сложилось ощущение, что китайцы за 5000 лет философии, литературы и так далее, перебрали всё, что можно. О человеческой психологии, о государственном устройстве, об этике, морали и так далее, все самые разные подходы. На военном искусстве, кстати. Да, но, кстати, военные книжки искусства войны очень все цитируют, но китайцы в основном всю жизнь кому-то проигрывали. Они побеждали не на поле боя, а совершенно другими способами. Я к чему? Это можно было говорить и Китай, но мы временем ограничены. Что моё внимание привлекло? Есть такой достаточно известный китаист Алексей Маслов в России, очень много лет ему посвятивший. Я с удовольствием слушаю его лекции, читаю его книги. И у него несколько лекций посвящено тому, почему Китай достиг того, что он достиг на сегодняшний день. Если ещё недавно все говорили, что Китай – это отсталая страна, где шьют дешёвые вещи, ему никогда не догнать европейские государства или Америку, то сейчас все убеждаются, что всё совсем не так. И Маслов перечисляет разные особенности китайской культуры, которые, на его взгляд, важны. Даже китайская история. Что помогло китайцам быть настолько приверженным своей истории, что китайцам сохранится как некий единый этнос, единое культурное пространство. Хотя очень много вариантов и языковых отличий у разных регионов и культурных. И что им помогло достичь нынешней мощи и продолжать её наращивать. Ну, во-первых, по мнению Маслова, китайцев очень интересное отношение к собственной истории, которая радикально отличается от нашей истории, от нашего восприятия истории. Если мы вспомним, на протяжении всех лет идёт постоянный пересмотр истории. Это ужасный период в нашей истории, а это страшные люди. А это лучше забыть. Или здесь нам стыдно, что мы относимся к этому народу. Там фраза «мне стыдно, что я русский», «мне стыдно, что я кто-то ещё», она регулярно где-то звучит. У китайцев нет вообще плохих периодов в истории. У них нет плохих людей в истории. У них нет фигур даже достаточно неоднозначных и проливших немало крови. Допустим, тот же Мао Цзэдун с культурной революцией. Я только что хотел вспомнить Цинь Шуан Ди. Цинь Шуан Ди – первый император, который прославился неимоверной жестокостью, который уничтожал сначала и конфуцианскую литературу, а потом и закопал живьём несколько сотен конфуцианцев, которые особенно его раздражали. И немало таких неоднозначных фигур на протяжении китайской истории. Так вот, для китайцев это всё история становления государств, история становления нации. Это не те, кого надо вычеркнуть и забыть. Это не те, кого надо стыдиться. Это те, кто стали частью того, что мы сложились вот таковыми. Вот, мы китайцы таковы, и все эти люди в здания китайской нации, китайского народа внесли свой вклад, какой-то свой камушек вложили, и мы о них помним, мы их чтим, и мы от них не отказываемся. Вот этот подход мне показался очень интересным в плане той же психотерапии. Потому что очень часто, а может даже почти всегда, наше восприятие своей личности, наше восприятие становления своей личности есть периоды, которые мы просто отрицаем. Есть периоды, которые мы считаем настолько зловещими, что мы за это виним окружающих или сами себя. Есть периоды настолько неприятные, что мы их вытесняем. Мы их просто искренне забываем. Вот у китайцев нет вытеснения, просто забытого периода истории. И вот это то, в чём заключается работа с пациентом, человек, у которого его собственная история, для него что-то очень страшное, тяжёлое. Воспоминания о травмах, перенесённых в жизни, воспоминания о том, что происходило в детстве. У кого-то были жестокие родители, у кого-то были изначально тяжёлые, бедные существования, у кого-то детство пришлось на 90-е в обнищавшей семье. И это большая проблема, когда человек свою историю, а следовательно и самого себя, не ощущает целостно. Это удивительное смешение чувства гнева, злости, вины. Это смешение отношения к своей семье, как к чему-то, что до сих пор вспоминается. И, казалось бы, понимать, что есть некая травма, это не значит, что твоя жизнь прожита зря. Между нами говоря, детства без травм не бывает. Есть истории, где травмы тяжёлые, есть истории, где травмы более-менее переносимы, но не бывает детства без травм, это нормально, это часть развития. Не бывает ребёнка, который не падал или не забивал коленки, а может, и руку сломал, упав с велосипеда. Не бывает ребёнка, который не переболел чем-то тяжёлым. Не бывает. Ну и даже если ребёнка опекали родители, то, может быть, вот эта опека как раз и становится тоже травмой, потому что он завидовал своим сверстникам, у которых были какие-то рискованные моменты, которым позволяли родители прыгать с крыши на сток сена и заниматься всякими безумствами. Это давно известная история, что гиперопека – это на самом деле не о любви. Хотя родители искренне считают, что они так любят своего ребёнка, поэтому так трясутся над ним. На самом деле это история родительской тревоги, о том, чтобы давать самому себе как можно меньше поводов тревожиться, поэтому ребёнка не отпускать на свободу вообще. Вот он здесь присмотренный сидит, уроки делает или что-то ещё делает, и слава богу. Поэтому надо отпустить, что он лет до 16 гулял только во дворе, укутанный и так далее, и так далее. Ну, это отдельная тема. И вот давайте представим себе. Вот мы помним, опять же, как мы воспринимаем историю… Вот у нас есть СССР, допустим. И мы воспринимаем историю царизма зловещего и ужасного, и тюрьма народов, и все подавленные, и так далее, и так далее. Потом происходит революция, гражданская война, где творятся чудовищные вещи. Потом уже у нас наступает официально одобренная история советской войны. Есть сталинский период, потом… Там колхозы, коллективизация. Потом вдруг наступает период перестройки и смены курса, и выясняется всё, что было. При советской власти тоже ужасно, и нам стыдно, в каком стране мы жили. И возникает вот это вот любимое отдельными людьми слово «совок», которое лично мне очень не нравится. Не потому что я фанат советской власти. Вот это вот пренебрежительное, презрительное отношение к целому куску своей истории, мне кажется, очень странным, поверхностным, опять же, скорее о самом человеке, чем о том, о чём он говорит. И мы посмотрим, что у нас ужасно невротический подход к собственной истории. Мы всё хотим что-то откорректировать, исправить, кого-то заклеймить позором, кого-то возвысить, а потом низвергнуть. И наше место во всём этом тоже… Человек, который проходит через какие-то бури, и всё время должен приспосабливаться, вывешивать разные флаги. И ладно, это внешняя реакция. Мы же должны всё время внутренне адаптироваться к этому. Есть люди, которые живут в такой пассивной оппозиции к существующему стройку, как бы он ни был, в активной оппозиции. Есть люди, которые его активно поддерживают. Посмотрим, кстати, сейчас масса людей, которые на перестройке были молодыми, ироничными. Был период бесконечного стёба над происходящим. Вдруг на сегодняшний день нет такие кондовые патриоты, которые борются с влиянием Запада тлетворным и прославляют ещё на другие ценности. Так вот, если мы всю эту историю примерим к личности человека, к его личной истории, то мы увидим нечто очень похожее. Есть моё детство, где я расту с папой и мамой, какие бабушки, какие бы они ни были. В этом ещё сценарии есть какие-нибудь братья и сёстры, старшая или младшая. И они тоже, когда мы видим свою судьбу, как череду несправедливости и так далее, мы всегда можем всё увидеть как нечто негативное. Вот у меня был младший брат или младшая сестра, меня заставляли бесконечно с ним гулять, с ним сидеть, не давали собственной жизни, это ужасно. Или у меня был старший брат, старший, с которым мной пренебрегали, меня им пытались навязать, их это раздражало, они нас шпыняли постоянно, и это тоже было ужасно. И вот ощущение своей истории, как истории бесконечного страдания и несправедливости, ощущение своей истории, как чего-то, где мы жертвы чьего-то угнетения, чьей-то злой воли и так далее, оно часто встречается. И при этом оно абсолютно непродуктивно. Потому что это история тревоги, это история гнева, это история вины, это история чего угодно, только непонимание, а кто же я такой. Вот если я постоянная жертва чего-то, обстоятельств, плохих родителей, бесчувственных братьев и сестёр и так далее, и так далее, человек себя воспринимает как некую игрушку судьбы. Человек себя воспринимает как бесконечную жертву чего-то. И вроде он уже вырос, и родители уже или на том свете, или уже старички, которые ничем тебе навредить не могут. А ты всё равно жертва, жертва обстоятельств, и всё равно твоя история ужасна. И вот есть такой очень популярный подход, и многие почему-то так думают, что психотерапия – это история о том, как мы ищем виноватых, на кого взвалить вину. Вот мои родители были жестокими, как-то нынче модно говорить, абьюзерами, папа пил, или ещё что-то. И да, это грустная история. Но поиск виноватых – изначально занятие, обречённое на неудачу. Ну, нашёл ты виноватого. Ну, нашёл ты виноватых. Неважно, это советская власть, папа с мамой, бабушка с дедушкой, жестокая учительница в школе или дети, которые тебя отравили во дворе. А дальше-то что? То есть ты можешь прийти к родителям и сказать, что же вы, сволочи, со мной сделали? Ну, что ты получишь? Понят, ответ? Ну, извини. Мы росли в такие времена. Нас растили бабушки, дедушки. Пойди к ним, высказь все свои претензии. Какими нас вырастили, так мы тебя и воспитывали. Или тоже, кстати, где смешивается личная история и общественная история. Ну, а что вы хотите, я вырос при совке. Мы были классическая советская семья. И вот советская семья, почему-то, кто считает, классическая семья – это там, где папа бьёт маму. И классическая семья – там, где мной не интересуются. И классическая семья – там, где надо бесконечно работать на даче, дома, отдыхать в оставшиеся 15 минут и так далее, и так далее. И я всегда говорю, что, вы знаете, что Советский Союз был очень большой страной, он стал из разных людей, и не было понятия классической советской семьи. Но семьи, отношения складывались на личностном уровне, а не на решениях очередного съезда коммунистической партии. И не на идеологии. Потому что, да, мы все жили в идеологическом пространстве, в школах, в институтах, на работе и так далее, и при этом масса народу жила по своим правилам, более или менее иронически относясь к навязываемым ценностям или в какой-то степени низкой них поддерживая. Но при советской власти, как я уверен, и во времена орды Чингисхана или во времена Британской империи, все равно все зависело от людей. Были люди, которые же жили, как говорили, во внутренней эмиграции, которые старались абстрагироваться, читали книги, которые им нравились, пели песни барда, входили в походы в горы и старались найти вот свою... И находили в ксерокопиях и неиздававшихся мастера Маргариту, и Лолиту Набокова, и Солженицына, и массу всего, и протоколы съезда разоблачающего старинскую личность. Кто-то находил, кто-то жил в той самой эмиграции. Боже, кроме того, мы знаем, что при советской власти была немалое количество прекрасной интеллигенции, которая была достаточно независимо мыслящей и, в общем-то, точно не жила исключительно направляемая коммунистической идеологией. Поколение старожей и дворников, тех же самых, молодых уже ребят, которые... Да. вот. И вот мне кажется, вот то, чему научились китайцы, или то, что как-то стало частью их подхода, это то, что нам необходимо, то, что мы пытаемся делать с моими пациентами, мы не ищем виноватых в терапии, мы пытаемся обрести собственную целостность, мы пытаемся обрести понимание, откуда мы пришли, почему мы такими стали, и понять, какие вещи из прошлого нам мешают, какие вещи из семейных сценариев мы волей-неволей унаследовали и неосознанно применяем это в собственной жизни, до тех пор, пока не начинаем понять, что нам чем-то это мешает, что за то, что хочется изменить, да, и вот эта цель, сказать, Сталин злодей, от этого не поменялось в нашей нынешней жизни, сказать, не люблю советскую власть, не значит, что жизнь хорошая сейчас, или не люблю проклятый царизм, или еще что-то, сказать, мой папа был алкоголик, или мой папа был абьюзер, или мои родители, вот такие негодяи, это ничего не меняет в своей жизни, это ничего не меняет в понимании самого себя, это ничего не меняет в твоих отношениях с собственными детьми и близкими, и так далее. Поэтому, мне кажется, не важно, мы говорим о терапии, или мы говорим о самоосознании человека, очень важно научиться понимать свою личную историю как нечто целостное. более того, если мы начинаем задумываться о своей личной истории, мы волей-неволей отправляемся в наши семейные архивы. Ну, архивы и в буквальном, и в переносном смысле слова. Мы забираемся в семейные альбомы с фотографиями, мы находим старые письма, мы находим какие-то свидетельства прошлого. Если наши бабушки, дедушки, родители еще живы, мы приходим к ним, разговариваем с ними, мы задаем вопросы, мы никого не обичуем и не поливаем грязью, мы спрашиваем, а почему было так, а каким было твое детство, а какими были твои папа и мама, а какими были твои братья и сестры, а что ты пережил? Люди, пережившие войну, это совершенно отдельное поколение, которое на них не могло не сказаться. Люди, пережившие 90-е, тоже отдельное поколение, которое вынесло свои какие-то травмы и свои навыки выживания. 37-й год у меня, вот помню, бабушку донимал вопросами, а почему на некоторых фотографиях вырезаны лица людей? они действительно вырезали тех, кто был репрессирован, потому что страшно боялись, что эти фотографии могут послужить причиной, скажут, что вы были связаны с этими людьми. вырезания это и есть цензура, и по-моему, у нас одна из передач была цензуре посвящена, и у нас тоже есть цензура, цензура, у нас цензура и своя личная, и осознанная цензура, и бессознательная, или мы пытаемся осознанно выбросить своей жизни, это был плохой человек, я знать его не хочу, и помнить о нем не хочу, или цензура на более глубоком бессознательном уровне, у нас вытесняются целые пласты воспоминаний, у нас вытесняются ситуации, события, которые болезненны для нас, которые, будучи осознаваемыми, дают нам совершенно другой взгляд на свою семью, на себя, на свои отношения, причем чаще считается, что вот это бессознательная цензура, вытеснение работает с более в детском возрасте, но я неоднократно во время терапии был свидетелем того, как человек вспоминает то, что с ним происходило, когда ему было лет 25, и вдруг оно забылось, 25-30 лет, оно забылось, человек говорит, боже, я вспомнил, как я мог годами об этом не помнить, и обычно забывается не что-то хорошее или радостное, вообще забывается что-то травматичное и болезненное, хотя, в общем, тоже может быть порядки исключения, может быть и нет, есть ситуация, когда люди забывают именно хорошее, потому что если это хорошее помнить, то тебе придется смотреть на людей из своей жизни не черно-белым взглядом, не делить на плохое и хорошее, если что, вот мы и дали им роль злодеев в нашей жизни, а если вспомнить то-то, то-то и то-то, оказывается, что это не злодей, это люди с своими проблемами, которые много для нас сделали, которые нас любили так, как они умели любить, но если в этом помнить, мы не можем назначить их виноватыми, поэтому здесь тоже включается цензура и мы забываем и выбрасываем что-то из истории. Почему вы знаете, переписывание истории любимое занятие, опять же, и на государственном и на личном уровне. Меня всегда интересовало, как одни и те же писатели и сценаристы, которые при советской власти писали сценарии фильмов, где доблестные подпольщики борются с жандармами царскими, или доблестные красноармейцы сражаются с белогвардейцами, как только сменился курс, стали точно так же писать книги и сценарии, где доблестные жандармы борются с подлыми большевиками, где доблестные и благородные белогвардейцы сражаются с красными разбойниками, и это опять вот отсутствие восприятия целостной истории. На самом деле, если мы почитаем любых серьёзных писателей, даже Шолховский Тихий Дон, если его вспомнить, это тоже очень неоднозначный подход. и Алексей Толстой, и есть современников массы, которых нет чёрно-белого взгляда на истории. Я лично очень люблю писателя Леонида Юзифовича, которого есть прекрасные романы, посвящённые истории, и они точно не грешат чёрно-белым восприятиям. Зимняя дорога, где вообще просто сравнивать. на зимнюю дорогу. Вот. И вот мне кажется, что любой человек, даже не проходящий терапию, да, если он сейчас слушает нашу передачу или где-нибудь его слышит, он может начать задумываться о том, что же мне делать со своей личной и семейной историей. Вот задумываться, почему моя история это что-то обрывочная, состоящая из каких-то клочков, между которыми провалы, которые есть чётко всем отписанные роли, и справедливые ли эти роли. Я уверен, что подобный анализ себя, своей истории, семейной, поколений своей семьи может дать очень много для понимания себя. Вот почему китайцы на сегодняшний день к нему я совершенно далёк от того, чтобы идеализировать современный Китай. Того, что вполне возможно, что он не очень демократичен, вполне возможно, там очень сильные централизованные стоят какие-то несправедливости, как в любой стране. но судя в том, что происходит, у Китая есть некая целостность и очень мощные навыки выживания, пройдя через так, наверное, лет 150 упадка, с тех пор, как вдруг появились европейские, американские войска, вдруг выяснилось, что они очень сильно превосходят технически, и знаменитые опиумные войны и тому подобные истории, и вот это пренебрежительное отношение к Китая как к отсталой бедной стране, где проживет очень много народу, вдруг потихоньку изменилось, и я думаю, что эта способность китайцев быть тем, кем они стали сейчас, кем они стали в будущем, это во многом их отношение к истории. Кроме того, очень важная вещь, которой никогда не было в Китае, на самом деле, никогда, это религиозных войн, то, что, к сожалению, на протяжении всей европейской истории, когда люди истребляют друг друга, истребляют просто ладным люди строят друг друга за то, что одни из них, не знаю, мусульмане, а другие христиане, и это тоже, конечно, сомнительная история, тем не менее, люди строят друг друга, когда они одной верой, только с некоторыми нюансами, это известная борьба с ересами, которая тоже стоила Европе большого количества жизни, разрушений и так далее. Вот у китайцев с вопросами веры все очень хорошо, у них никогда не было раздвоение, то есть человек может утром сходить в католическую церковь на звонок? Да. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот вы сегодня понимаете, что задеваете косвенно политику, да, говоря о Китае и о целостности истории, но вот если применительно к Латвии, да, значит, о политике, вот у нас эти, ну, значит, надо назвать кого-то, Домброва, зачем им целостность? Они берут то, что надо врать и не берут и очень недалекие люди, они наверху эстеблишмента, благодаря вот этой своей, и так же и в личной жизни, вот я знаю семейство их близких родственников, где дочка, которую там любили, воспитывали все, сейчас она там, у нее дети, развелась, и она обвиняет во всем своих родителей, и ей так удобно жить, то есть, что Домброве так удобно жить, что вот этой девушке, женщине удобно жить, то есть, вы говорите о том, вы имеете ввиду, что это как уберут часть истории не в полном контексте, а выбирая из истории только то, что удобно? Ну, я это имею ввиду, потому что об этом говорил ваш главный, значит, ну, резник Марков, говорил за целостность истории, все, то есть, получается, вы говорите о том, как должно было бы быть, то есть, как бы, о хорошем, то есть, за все хорошее, против всего плохого, а зачем этим людям, которые, значит, живут по другим правилам, что в быту, что в истории, ну, вот я назвал фамилии, зачем им вообще во все-то вникать, если это приносит им просто благо жизни, дивиденды и все остальное, то есть, получается, все вот это логичное, доброе, хорошее, и вроде бы здравое, оно людям не надо, жить цинично, и меркантильно, и прагматично, или я в чем-то заблуждаю, все. Спасибо, да, во-первых, я точно не говорю о том, что, вот я вас неправильно понял, или вы меня неправильно поняли, что история, это за все хорошее, против всего плохого, я как раз о том, что хорошее и плохое сплетаются в некую единую ткань, мы не можем делить свою жизнь и историю, на хорошее и плохое, бесконечно, это уже какая-то ловушка, во-вторых, я точно не готов анализировать господ Домброву, Есселнекса и других политиков, как к себе лично не знаком, у меня может быть свое личное мнение, но я его оставлю при себе, потому что я здесь никак, у нас и так без меня хватает политологов и экспертов по политике, вот, но я, кстати, хочу сказать, что можно сказать, что наша жизнь ужасна, потому что есть Домброва и Есселнекс, и, наверное, наличие их приносит нам кому-то, дискомфорт, раздражение и так далее, но сказать, что вот Домброва и Есселнекс, а до того не знаю, советская власть или проклятый царизм, или еще что-нибудь, это тоже такая история, Домброва и Есселнекс, как их партия, это часть нынешней истории Латвии, и если посмотрим на историю Латвии и нынешнюю, и 50-летней давности, или 150-летней давности, то есть некая общая картина. И мне кажется, что в жизни уважаемого слушателя, в нашей с вами, Олег, мало что изменит разговоры о Домброве и Есселнекс. Они тоже почему-то есть. Часть нашего общества за них голосует, не может согласны, не согласны. Но вот поиск виноватых в данном случае, их или кого-то другого, кто-то ищет винит их, кто-то винит коварного Ушакова и партию Согласия, а кто-то винит проклятый Кремль, который всем управляет, а кто-то винит коварную Европу и международный ЛГБТ-заговор, который всем правит и так далее, и так далее. Вот, опять, поиск виноватых в бессмысленное занятие, на мой взгляд. То есть то, что мы можем делать, как-то осознавать себя в целостности. Вот возвращаясь к вопросам веры. Кстати, во многом у нас же политика, это вопрос веры. Мы верим в социал-демократические ценности, и мы верим в жёсткие капиталистические ценности, или мы верим в национальные ценности. Вопрос веры. Так вот, о вере. Китаец может спокойно сходить утром в католическую церковь, а потом зайти в буддийский храм, а потом зайти в даосский храм, а потом зайти в конфуцианский храм. Потому что конфуцианский храм, в общем-то, даже и... это же не религия. То есть конфуцианский живой человек, они божествуют. И храмы, кто-то заходит, это даже не вера, это при при приобщении к некой системе моральных ценностей, на которых люди строят свою жизнь. Так вот, эти войны за веру, один раз была большая война за веру, это был XIX век, по-моему, было восстание Тайпинов. То его руководителем был человек, который был христианского вероисповедания, по-моему, он был, наверное, не очень здоровый человек, но с огромной харизмой, потому что он сумел убедить большое количество людей, что он несёт волю Бога Отца и Христа, кто называл старшим братом, и его цель истребить буддийскую, даудскую и прочую ересь, и это вылилось в восстание Тайпинов, которое считается вторым по кровопролитности конфликтом в истории человечества за всю историю после Второй мировой войны, по разным оценкам от 30 до 60 миллионов покойников. Но это такое вот исключение, потому что на подтверждение всей китайской истории не было религиозных войн, и это тоже, когда люди за веру не рвут друг другу горло, это очень важная традиция, мне кажется. И вот, мне кажется, в нашей собственной жизни, ну, у нас уже нет войн за веру, потому что мы кто-то православный, а кто-то иудей, и мы сейчас по этому поводу будем друг друга резать, нет? Или православный эскатолик, который тоже до сих пор не выясняет отношения. У нас есть тоже вера в плохих и хороших. Что такое вера? С одной стороны, вера – это то, что нас как-то объединяет. Часто вместе с кем-то, часто против кого-то. Противопоставляем. человек другой веры – это, как мы знаем, кто это – еретик. С еретиками нельзя иметь дело, желательно их на костер или куда-нибудь выселить. Есть точно такие же веры у нас в ценности какие-то. Вот сейчас, я думаю, нынешние войны на тему ЛГБТ – это тоже вопрос веры. И тоже опять наиболее радикальные представители и за, и против готовы воевать бесконечно друг с другом. Вот мне кажется научиться у китайцев, что вера – это универсальная вещь, не только мы, повторюсь, мы говорим не только о религии, и что человек другой веры не враг, и то, что ты можешь уважать верование самых разных людей, это важно. Есть такой писатель Артура Перес-Реверта испанский, у него есть роман о национальном испанском герое Сиде, Сид Компиадор из Средневековья, там описывается, как он встречается с отрядом мусульманских воинов, где-то в пустыне они с их предводителем не опускаются и молятся вместе похожим образом, потому что при всех противоречивание ощущения близости и того, что они друг другу доверяют, это их очень объединяет, а на каком языке, каком ритуал они молятся не так уж важно. И вот, я думаю, тоже вопросы китайского спокойного отношения к вере, то, что нам стоит перенести в собственную жизнь, в принятие других ценностей, спокойное принятие, вера в то и понимание того, что чужие ценности могут сосуществовать с нашими, если мы ищем не то, за что отвергнуть, изгнать или перерезать верующих в иное, а ищем то, что нас может сблизить и то, что нас может вывести за плоскость конфликтов, плоскость понимания друг друга, тоже, мне кажется, дорогого стоит. Только малая часть того, что о Китае мне сегодня хотелось бы сказать, во-первых, я не китаист, только то, я не волшебник, я только учусь, но я думаю, что мы очень многое можем учить. Мне, кстати, всем советую, на Ютубе полным-полно лекций по истории Китая и не обязательно не узкоспециальные, там все очень доступно. Я думаю, когда ты расширяешь представление об иной истории, об иной этике, об ином подходе к отношению друг к другу, об иной трактовке ценностей, это нас раздвигает, потому что вот это вот закостенение жесткое, знаете, вот этот китайский принцип знаменитый, то есть то, что сильное, оно жесткое, негибкое и, скорее всего, скоро умрет, а то, что слабое и гибкое, и, скорее всего, будет расцветать и становиться сильным. Марта тоже умрет, в конце концов. В этом и есть круговорот. Наверное, на этом я хотел бы закончить сегодня. Спасибо большое, Эль Резник-Мартов, врач-психиатр-психотерапевт и программа «Диагноз недели» до следующего понедельника. Всего доброго.